25, 05, 2024, вы на Большом канале, на Большем, Олега Соскина, Соскин ее смотрите. Итак, думаю, надо еще одну небольшую тему нам с вами рассмотреть. Она становится очень острой, очень острой. И в свете последних заявлений Зеленского, вот в частности, но еще так не видел я большие, как бы более официального источника, но он дал интервью якобы вот этим азиатским средствам массовой информации, среднеазиатским, там Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, что ли. Там, где он сказал, что ему, в общем-то, его не волнует то, что якобы у него закончился легитимный термин. Ну, то, что он уже говорил, что он считает, что его пять лет не закончились. Хотя он давал присягу, правильно, на Конституции, даже вот мы с Вадимом вчера на полите, и Ростимовичем обсуждали, что даже он в видео показано смотрел, что даже там пальчик Зеленского лежал на Пересопском Евангелии. Понятно, что Зеленский Евангелие – это как бы какие-то вещи, как бы, видимо, совершенно какие-то разные, но тем не менее. Тогда же он находился в другом, как бы, в статусе. Ну, давайте вот про что говорить. То есть, Зеленский четко обозначился, и, видимо, сильно так подействовали они на Стефанчука, что вот он сказал тоже, что все, кто не верит, что Зеленский термин его не продлился, они являются там, в общем, не теми, не теми, да. То есть, чисто использовал такую сталинскую риторику. Сейчас стало модно Сталина использовать. И Путин его использует, и Лукашенко использует. Ну, и вот в Украине тоже такие специалисты появились, которым это типа нравится, это все враги народа, говорить слова какие-то, которые... Они вообще безумие полное, они даже не понимают, какие дефиниции они используют, и к чему это высказывание и одевание ярлыков может в Украине привести. Ну, мы же не это, муравейник этот под названием Московия. Украина же совершенно другая, Русь это же совершенно другая субстанция. Ну, да ладно. Некоторые говорят, что Москва это Русь. Ну, ребята, вы совсем обалдели. Известно, что это шлюха Катерина, так называемая, но она никакая же не Катерина, да. Она специально создала комиссию, граф Шувалов, кажется, еще там ее кто-то возглавлял. Десять лет они функционировали и уничтожали все первоисточники, когда фальсифицировалась полностью история под вот эту так называемую Российскую империю. Все первоисточники, рукописи, летописи, все уничтожалось. И потом переписывали, сделали специальные фальсификаты и прочее, чтобы все это подогнать. Поэтому как бы то, что сейчас идут ссылки на какие-то там эти, Ивана Грозного, Россия, это все полная брехня, полная вообще брехня. Было Московское царство, бандитский притон там в этом болотах этих. Ну, да ладно, не о чем это все говорить. И так это все известно нормальным, кто, так сказать, просвещенные. А те, которые непросвещенные, говорит, смотрят, не видят, слушают, не ушами воспринимают, но не слышат, это так называемые слепые, которых слепые поводыри ведут в пропасть. Это все известно, это все описано. В Евангелии это давно все. Постулат Иисус Христос все это сказал, истины. Они вечные. Но давайте не про это, давайте про Зеленского. Итак, ситуация выглядит следующим образом. Как известно, во Львове власть дала там отмашку, провели вот этот какой-то анти, там, типа, антипутинских сил. Там Илья Пономарев был, там еще всякие другие были. Вот, ну и там они вещали, там особенно. Миша Подолян там отличился, там целую такую экспонатой выступил. Ну и взамен сразу же получили обратку. Прилетел самолет в Минск, самолет, принадлежащий Путину. Ну, видимо, привезли туда Януковича, еще кого-то там. Видно, Олейника привезли, кого там еще к нему привезли. Там, может, Царева привезли. Там, кто там еще у него. Ну, Азаров, не думаю, что он туда прилетел. Он такой очень аккуратный человек. Хитромудрый и очень такой товарищ. Поэтому думаю, что он там не в этой компании. Тем более Янукович и Азаров, это как бы совершенно несовместимые вещи. Ну, кто его знает. Жизнь такая, что никто же не знает. КГБ Синклит приказал бы, так, наверное, поехал бы. Ну, может и нет. Ну, короче, кто-то туда прилетел. Самое важное, что этот самолет остался там стоять в Беларуси. Это очень похоже на Вагнера. Помните, когда был этот поход Пригожина на Москву. И когда Путин там горячим прямо бегал, не переставая. Что не успевали там, так сказать, ему помогать. Как известно, Пригожин не дошел до Москвы только благодаря Лукашенко. И вот опять. Потом Лукашенко поехал вот туда, в Нагорный Карабах к Калиеву. После этого, бац, вдруг этот в Иране взял и эту гору нашел. С американским вертолетом и туда врезался. Вот. После того, как там где-то недалеко от Алии, с Алиевым пообщался Лукашенко в Шуше. А Алиев поехал вместе с этим президентом Ирана открывать эти гидроузлы. Пока их открыли, Алиев нормально. 2 Ми-8 нормально. А вот этот вот американский совершенно ненормально. Вместе с этим и министром иностранных дел, и мамом Тибриза, и губернатором этого восточного Азербайджана. Они, так сказать, не долетели. Лукашенко оказывается в каких-то местах, в каких-то очень, потом что-то там обязательно роковое происходит. Не может же так все время быть. Они чем-то тут с Зеленским, да, вместе как-то так. Тем более сейчас он назвал его Владимиром Александровичем на пресс-конференции с Путиным. То он его по-другому называл. Помните как? Три раза он ему там одно слово использовал. Ну, кстати, это слово, по сути, очень близкое к тому, которое использовал Стефанчук, когда там обзывал народ, да, что-то они тут как бы у них родственное с Лукашенко происходит, какое-то родство есть. То есть надо, видимо, говорить о том, что, тем более Путин же сказал, что надо идти на переговоры, но Зеленский уже нелегитимный, а с кем говорить немножко непонятно. Ну, может, решили привести этого, как он называется, Януковича, как типа, что он был легитимный. Ну, если опять это решили такой вот этот, ну, Путин любит такие грязные эксперименты, он любит эти грязные игры, когда какую-нибудь, какого-то ублюдка вдруг вытягивают, и потом вот из него что-то изображают, как Исаль до того же, или этого Рогова, или этого Пушилина, этого, это вообще был, шлаебень редкая там в этой пирамиде МММ, вот, у Мавроди. Теперь это типа главный там этот самый, это глава, это Ван Клава, ДНР. Пасечника этого нашли тоже там в Луанской области. То есть они, вот это он, как бы, не гнушается. Путин вот это все, чтобы где-то вытаскивать с этих унитазов, вот, и начинает их типа там изображать, что это куклы, которые типа, они даже не големы, понимаете, это обыкновенные куклы. На руку кому-нибудь их наденут, и оно такое шевелится, вроде как даже и живое какое-то. И вот, скорее, может быть, даже вот привезли этого Януковича, что типа, может, Лукашенко сказал, а ну давай, Болодя, сейчас мы это, блин, быстро соорудим с этим Януковичем, он создаст там правительство в изгнании, вот, его кто-то поддержит. Ну, это надо чокнутым быть на всю голову, чтобы думать, что Януковича кто-то может поддержать. Еще Медведчука взяли, это вот так точно. Еще этого, что, как говорится, мы с Тамарой ходим парой. Но, сам процесс, ну, видно, посмотрели же, он вообще вякать не может. Опять начнет карандаши ломать, то есть, видно, что-то планировали они с ним сделать. Но он уже, видно, совсем невменяемый. Но у них нет фигур, абсолютно нет. То есть, этих людей вообще просто, нынешний украинский социум, он их просто ненавидит. Потому что Янукович реально виноват в том, что сегодня происходит в Украине. Если бы он не позвал этого Путина вторгнуться в Украину, то была бы совсем другая ситуация. Именно его действия к этому привели. Но он дал вал команды расстреливать безоружных людей. Кто небесную сотню сделал? Кто? Это ж Янукович сделал. Все забыли про эту небесную сотню. Но это ж первая кровь была. Может, если бы не было этой первой крови, не было бы и в 14-го года, и в 22-го, тем более не было бы. Это же, как бы, продолжение этого всего, что происходит. Но процесс пошел. То есть, можно говорить, что, видимо, московиты начали искать, потому что задавали же Путину вопрос, а с кем вы будете говорить? Он заслался тогда, чтобы, типа, украинское социум общества, как бы, само политикум, как бы, определилось. Видимо, разрабатывали механизм, что, типа, вот, Янукович там с Лукашенко сделает пресс-конференцию и, типа, что-то скажет. Но, видно, там он в таком состоянии, что, говорят, близко его лучше не выпускать. И вообще, он, если его только покажут, так это точно ракета какая-то тогда в этот пресс-центр прилетит с Украины. Но сам процесс того, что в Украине уже однозначно нет президента, что он нелегитимен, он будет развиваться. И тогда становится вопрос, Порошенко, кстати, уже говорил об этом, что надо формировать правительство национального единства. Но Зеленский никогда по этому пути не пойдет, потому что он, только он и все, и больше никого. Ну, Ермак, как бы, больше никого не должно быть. Только Зеленский, Ермак, ну, еще Лена, там, Алена, там, все, дальше больше никого не пускает. Поэтому тут, как бы, тоже понятно. Но, в связи с этим драконовским документом по могилизации, усиление могилизации, плюс неудачи на фронте. То есть, Сирский ничего сделать не может. Они чуть-чуть закрыли Харьковскую дырку. Началась Авдеевская пробоина, там, возле Часов Яра пробоина, возле Купенска. То есть, ну, тогда Сирскому надо как-то, раз это самое, размножиться, разделиться, расслоиться, чтобы он был в гоногаржем. Может, надо этого начальника генштаба. Ну, ясно, что Павлюк не тянет. Не вот этот не тянет, которого морской... Ну, без угла и в чем права. Она, как бы, понимает... У нее есть какое-то, видимо, понимание человеческих фигур, субъектов. И она чувствует... Ну, это... У нее инстинкт женский. Женщина всегда чувствует, как бы, с кем ей можно делать свое будущее, а с кем нельзя делать, да. Это реально, каждая хочет же продлить род женщины, в этом ее предназначении. И она чувствует вот этих вот, как их назвать, целлулоидовых. Что с целлулоидовым род не продлишь. И у нее есть этот инстинкт. И это хороший, видимо, инстинкт. Ей надо пользоваться, раз он у нее и есть. Тем более, видимо, она уже подошла к этому периоду в своей жизни. И она их чувствует. Что они просто целлулоидовые, пустые куклы внутри. Ну, так надо тогда их менять. Вот этого Павлюка менять. Конечно, этого Мурпеха надо убирать. Конечно, этого танкиста ташкентского, видимо, тоже надо убирать. То есть, ну, ставьте каких-то, она же говорит, ставьте реальных людей, которые будут осуществлять правильные действия, чтобы воевать с этой ордой московской. Потому что эти целлулоидовые, они не годятся для этой цели. И, естественно, что потеря населенных этих пунктов, ну, это кладбище. Это маленькие села, которые превращены теперь в кладбище. А вот они говорят, там, Архангельское они взяли, но это, как они говорят, там, типа, освободили. Ну, кладбище, еще одно кладбище маленькое освободили, еще кладбище. И Путин выдает, что это величайшие военные победы. А на самом деле это просто живые люди превращаются в неживых людей и становятся тоже элементами этих кладбищенской инфраструктуры. Вместо этих, и там уже просто даже и названия нет, ну, Архангельское. Ну, там нет никакого Архангельского, нет никакого Работина, нет никакой Авдеевки. То есть, это все разрушенное, Часов Яр и прочее, это все просто уже разрушенные территории, абсолютно разрушенные. И так же, как на Харьковском направлении. Вот. Поэтому речь о чем идет? Что, к сожалению, для Украины, и это большой удар и по Зеленскому, и по Сирскому, они проигрывают на фронте. Не сильно, но все равно. Но сейчас, якобы в этом пакете новом пришло от американцев дальнобойные какие-то ракеты, снаряды, которыми сейчас начнут бомбить по вот этим точкам, которые бомбят Харьков и с российской территории, с Белгорода, там, с других мест. То есть, сейчас будет новая эскалация и будут большие потери у Российской Федерации. Тем более, Рогозин заявил, что тут в Армавире Украина сжахнула очень серьезную станцию, которая отвечала за контроль над воздушным пространством Российской Федерации при нанесении ядерного вражеского удара. И потеря в Армавире этой станции, это фактически разрушение всей целостности системы слежения, контроля против ядерного удара по России. Таким образом, их как бы обнажили, и они теперь не могут закрыться. То есть, то он говорил, что они будут бить, а теперь, ну, понятно, что это сработало и американцы, но украинцы ударили. И ударили так классно, что Рогозин наш там горячим скипидаром прямо ходит. И, естественно, ну, он же знает, что он говорит, он же за это все отвечал. И, естественно, это разрушение ядерного щита Российской Федерации. Путин, конечно, в трансе от этого всего. Плюс сейчас нанесли им еще ряд ударов. В Евпатории там по очень серьезным, ну, короче, очень серьезные удары по России нанесли. И они сейчас думают, что делать. То есть, наступать на Киев с Белоруссией, с этим Януковичем, ну, видно, поняли, что это, так сказать, не в коня корм. Но у них нет никого, кто бы мог вот стать их креатурой, кто бы стал конвергентом от России. Потому что в Украине, так или иначе, все Путина ненавидят. Так же, как Лукашенко. То есть, ненависть огромная. Но у Маннергейма тоже была к Сталину ненависть. Но он вынужден был пойти на это, чтобы спасти Финляндию. На этот, так называемый, мир между Финляндией и Коммунистическим Советским Союзом. Тогда Зимняя война 1939-1940-го, как я понимаю, была. Поэтому вопрос такой, что, а как в Украине быть? Вот как быть в Украине? То есть, ну, у нас растает колоссальное противодействие режиму Зеленского изнутри. То есть, он расколол общество и уже пошел процесс, что там хотели парня на границе, начал там по границе у него стрелять. Он у него забрал оружие и, короче, вместе с оружием ушел в Румынию. Этих случаев, они станут массовыми. Плюс других случаев, то есть, идет уже все. То есть, уже идет стенка на стенку, стенка на стенку. Ну, то, что я вам объяснял, как будет. Ну, почему такая власть странная? Ну, ладно, власть, они свои интересы. Но меня интересует, ну, хорошо, этот Порошенко, он там погружен вместе с этим Думенко и Епифанием. Зарем они куда-то там погрузились в какую-то вообще тяжелейшую коллизию. Они занимаются тем, чем вообще не надо, вообще не надо туда лезть. Это Заря повез какое-то там воззвание к этому Варфоломею про осуждение русского мира. Слушайте, монахи, чем монахи занимаются? Русским миром монахи. Они должны молиться, они занимаются политикой. Ну, это вообще, можно придумать что-то другое. Они политиками стали. Епифаний политик, Заря политик. Не, ну, это, конечно, это все до добра не доведет. Поэтому Порошенко, он, конечно, в этот не вписывается процесс. Но должна какая-то женщина быть, это должна быть дама какая-то, дама, которая бы как... То есть, должна быть умиротворительница, та, которая будет... Ну, надо, переходное правительство надо. Ну, где? Как? Вот как? Ну, к этому все идет. Сто процентов к этому идет. Юлия Тимошенко. Ну, у нее есть одна проблема. У нее сектантское окружение. И она по своей натуре тоже стала сектанткой. А нельзя быть сектанткой. Надо расшириться. Надо выкинуть вот это там у нее, этот Гриша Немыря. Там еще вот этот ее адвокат. Потом вот этот акушер с Черниговской области, который там, типа, там же надо деньги добывать. То есть, у нее вот эта очень маленькая, узкая группка, кучка, которая ей там, так сказать, капает на мозг. Ей надо это выкинуть, если она хочет какого-то процесса достичь. Она имеет, конечно, напрямую выход по-любому. Путин и ее, так сказать, у них системные были отношения, очень серьезные. Но для этого надо перестать быть сектанткой. Надо открыться для широких групп людей. И выкинуть свою вот эту с головы, свою фенечку, которую, типа, что я буду делать то, что я решила. Надо руководствоваться жизнью хаоса, а не своими представлениями о какой-то реальности. Совершенно, абсолютно несбыточной. Вот в чем проблемка всех их. Ну, посмотрим. То есть, процесс пошел. Раз пошел процесс, значит, рано или поздно должен кто-то появиться, кто будет соответствовать процессу хаоса. Это 100%. Вполне возможно, что это должна быть женщина. Вполне возможно. Но это должна быть очень широкая фигура, которая в состоянии, как бы, понять, приблизить и оценить как можно более широкий круг разных людей. Не отвергать их, а искать в каждом, что есть то, что подходит для сегодняшнего состояния Руси, Украины, славянской, христианско-православной. И она должна стоять на этой парадигме духовно-религиозной. Другого выхода просто нет. Ну, давайте наблюдать, как будет. Раз есть запрос, значит, должна появиться фигура. Ну, я так полагаю. Может, нет. Может, да. Может, крах будет. Ну, ладно. Давайте еще, как бы, процесс. Главное, чтобы процесс пошел вглубь, да? Как Горбачев. Главное, чтобы процесс пошел вглубь, перестройка. Но, к сожалению, Зеленский. Зеленский мог бы так сделать. Ну, почему он так не делает? Не знаю, не знаю. Не могу это объяснить. Это иррационально все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok